Друзья, настало время нашей постоянной рубрики Extra Virgin. Рубрика, в которой мы отжимаем все самое свежее и интересное из просторов интернета и прессы. Начнем с нашей любимой антенны Телесейн. Меня, конечно же, заинтересовала моя любимая Ксения Собчак, которую спутали. Угадай, с кем? Ну, я вижу, с кем. С Мадонной. С Мадонной, представляете? Дело в том, что американский сайт Картерс Базар перепутал Собчак с Мадонной и неправильно подписал фотографию. Безусловно, тут же Собчак сделала скриншот этого знаменательного для нее события и говорит, буду показывать внука. Только, мне кажется, ничего хорошего-то в этом нет. Ну да, потому что Мадонне 56 лет и непонятно, это комплимент или повод для драки. А вот замечательная новость о звездном Мэйле Гибсоне, который не так давно отпраздновал свой 61-летний юбилей. Их. Юбилей, ты считаешь, бывает такой, юбилей в 61 год. После 60-ти все юбилей. Все юбилей, да, молодец. Но дело не в том, что ему 61 год, а в том, что он стал отцом в девятый раз. Ребенка назвали Ларс Джеррер, а родила его нынешняя возлюбленная Мэла. Внимание, 26 лет девушки. Разница в возрасте 35 лет. И ведь именно 35 лет старшей дочери Мэла Гибсона, которую зовут, не помню. Ханна, Ханна, да. А Ханне, оказывается, 35 лет. Это от предыдущей жены, от Робин Мур, которая 31 год была с Мэлом и родила ему 7 детей. 6 мальчиков и Ханну. И в промежутке еще затесалась российская пианистка Оксана Григорьева. Она в 2009 году родила дочь Мюсию. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот мужчинам так-то детей не зазорно иметь, и не стоит это им больших трудов. Подумаешь, тут класса 2 и хоп, ребеночек. Вот так вот по версии Барины Бессоновой происходит для мужчины рождение ребенка. Продолжаем экстра-верджин. На очереди обзор комсомольской правды Ярославы. Интересная статья о том, что в Ярославле составили топ самых пьющих профессий. Очень интересно узнать, кто же возглавил этот рейтинг. Слушай, давай с конца начнем. Значит, во-первых, да, употребляете ли вы алкоголь, спрашивали, 9% ответили, что делают это почти каждый день, ярославцы. Да? Значит, столько же выпивают по выходным, то есть тоже 9%, 18% два раза в неделю, 56% сказали, что употребляют алкоголь по особым поводам и праздникам. И 18% не пьют вообще. Вот это хороший показатель. Серьезно? Конечно, а что, я думаю, очень похвально не употреблять. Молодцы. Следующая статистика. Больше всех остальных пьют представители рабочих профессий. Сантехники, грузчики, строители и дворники. Это по мнению ярославцев. Я не знаю, кого спрашивают, наверное, не сантехники. То есть это не официальная статистика, а это предположение ярославцев? На втором месте врачи, на третьем полиция и военная, на четвертом начальники и топ-менеджеры. И только на пятом месте работники творческой профессии. То есть мы туда тоже попали. Ну, мы попали на пятое место. При этом 12% опрошенных считают, что пристрастие к алкоголю не связано с работой и зависит от самого человека. Ну и давайте закончим этот обзор. Популярный алкоголь на работе. Это шампанское 46%, затем вино 37%, коньяк 33%, водка 29% и пиво 17%. Извини, я не совсем понимаю, как это алкоголь может быть популярным на работе? Ну как, имеется в виду, что вы пьете на работе. На работе, разве можно пить на работе? Они говорят, ну по праздникам, а что по праздникам? Шампанское. А, вот так. Понимаешь? А кто-то по праздникам? Да, там, я, там, пивка. А то мы с тобой утро на работе начинаем с чашечки кофе, а не с чашечки шампанского. Ну а теперь мы почитаем еще одно ярославское издание, журнал «Айго. Будь в курсе». Статья «Что делать, чтобы ребенок не потерялся?» Простые картинки и несколько советов. Ну, во-первых, не спускать глаз с малышей, контролировать детей, ну это очевидно. Важный совет, чтобы маленький ребенок, даже маленький ребенок, знал свою фамилию, имена родителей и домашний адрес. То есть его нужно к этому приучать, нужно ему повторять или хотя бы дать с собой какую-то бумажку, да, чтобы у него в карманах брюк лежала визитка. Обязательно нужно обратить внимание ребенка на то, что он не должен общаться с незнакомцами и садиться к ним в машину. И еще желательно иметь постоянную связь с ребенком, например, через мобильный телефон. Еще немаловажный вопрос для контроля родителей. Вам нужно знать, сколько времени занимает путь ребенка, например, от школы до дома, например, от какой-то секции, в которой он занимается, тоже до дома с учетом транспорта, еще каких-то, да, вот этих вот транспортных вопросов, чтобы вы примерно понимали, где, когда ребенок ваш находится. Если вдруг он задерживается, то родители должны быть бдительными и обязательно предпринять какие-либо меры. Ну и от себя еще хотел бы добавить, что если есть возможность, да, с геопозиционированием ему какой-то, какой-то девайс купить, телефон ли, либо там часы-браслет, то тоже попробуйте сделать это, и вы будете спокойнее, когда сможете на своем мобильном телефоне или своем планшете отслеживать передвижение вашего ребенка. Это правда важно. Никакой свободы. Это была рубрика Extra Virgin. Рубрика, в которой мы отжимаем все самое свежее и интересное из прессы.